В годы Великой Отечественной войны песня имела особое значение. Даже в самый страшный период она поддерживала людей в трудные минуты, дарила веру в будущее, приносила утешение. Эти мелодии согревали не только солдат, но и их жен, матерей, детей. У каждой песни свой путь, своя история, своя судьба. Муниципальный конкурс «Песня в солдатской шинели» прошел в рамках месячника патриотического воспитания. Организатором является Дворец творчества. К участию были приглашены учащиеся образовательных организаций, сольные исполнители, вокальные дуэты, трио, ансамбли. Сегодня я пела соло, но так я занимаюсь в коллективе. Ветер перемен, и в школе этот коллектив называется «Республика». Что бы пожелали сегодня всем участникам? Удачи, не волноваться, потому что мы только начинаем это все делать и идем к своей мечте. Победители и призеры получили дипломы и грамоты Управления образования администрации города. Отборочный этап на конкурсы областного масштаба прошли ребята, занявшие в своих номинациях первые места. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Риоленинск.